Да, и чтобы мы могли еще поделиться данной информацией с кем-то еще. И давайте начнем с того вообще, это я, кстати, брал статистику специально, чтобы потом выявлять регионы, в которых там хуже всего социальная ситуация. Я потом объясню для чего. Но давайте начнем у нас по программе, соответственно, поисковая оптимизация первая. И я буквально сегодня обновил, скажем так, те данные, которые рекомендует Google, потому что у нас по поисковой оптимизации есть два крупных игрока в России. Соответственно, Яндекс – крупнейший игрок, у него где-то 66% поискового рынка в России. И, соответственно, Google у него около 30%, соответственно, фактически 4% – это все остальное. При том, что Rambler, например, использует поиск Google, а Яндекс, точнее Mail.ru использует поиски Яндекса. И, соответственно, до какого-то времени это были разные поисковые системы, но они просто поняли, что не имеет смысла конкурировать, просто сдались. И, соответственно, остались только два крупных игрока. И у каждого из игроков есть свои рекомендации. И, соответственно, степени оптимизации их называют по-разному. Их называют Black Hat, то есть это почти запрещенные, то есть уже за гранью фола. Gray Hat – это серые методы. И, соответственно, White Hat – это методы, которые поощряются поисковыми системами. Но, соответственно, вот этот Black Hat, они самые быстрые и в краткосрочном периоде самые эффективные. Но именно в краткосрочном периоде, то есть я объясню, например, вы создаете ряд каких-то сайтов непонятных, в которых куча содержания, ключевых слов. Они все ссылаются на ваш сайт, и за счет этого у вас происходит повышение авторитетности вашего сайта. Но это в долгосрочном периоде не работает. И организациям некоммерческим я советую только правильные техники, которые рекомендуются самими поисковыми системами. То есть это White Hat. И в данном случае, например, что говорит Google? Google говорит нам, потому что они специально разработали сеть советов, соответственно, как лучше оптимизировать сайты. И основной их совет заключается в том, что необходимо создавать сайт не для поисковых, а система для пользователей. И если у вас будет правильная и доступная информация, то поисковые роботы, соответственно, они тоже смогут правильно воспринимать сайт и правильно индексировать его. И, соответственно, если он будет интересным, значит, люди будут на него ссылаться. Если люди будут на него ссылаться, значит, у него будет авторитет ссылок. И, соответственно, дальше вы будете находиться выше. Теперь давайте я объясню то, что я сказал. Кто знает, представляет, как примерно работают поисковые системы? И вообще, как ваш сайт появляется в поисковом запросе? Примерно. Хорошо, пожалуйста. Ну, чтобы рассказать, как появляется поисковая система. Но, в принципе, поисковая система с каким-то интервалом, вот поискового робота, о котором вы говорили, о входе там пространства, например, Рунета, и ресурсы переиндексировать. Ну, соответственно, там есть какой-то алгоритм, как они определяют, страница уже попала, была индексирована, или еще не была. Чтобы сайт только создали, наверное, вот сложнее всего, чтобы он обеспечивал сервисы. Соответственно, на него должен быть денег откуда-то, чтобы к нему пришел поисковый робот. Но, ну, я думаю, что из базы поисковый, он что-то понимает, какие там сайты. Ну, как-то так работает. Вот. А, соответственно, как, можете ли вы рассказать нам и, соответственно, нашим коллегам, как вообще поисковик определяет, соответственно, высоко или низко находится ваш висок? Как раз зависит, как вот контент на страницах, которые он будет индексировать, насколько они, он тематический. Вот. Здесь, наверное, вот про семантику, про семантическое ядро, которое там, я не знаю, будет сегодня рассказываться, про поисковую оптимизацию, вот, как раз это важный момент. Вот. Он, наверное, определяет определенные фразы, словосочетания, насколько они действительно уникальны, то есть именно текст уникальный на этой странице, да? Если он уникальный, он повторяется у других, то он поднимет его каким-то образом, там, ну, вот, какие-то такие механизмы. Прекрасно. Отлично. И у кого-нибудь есть что-то дополнить? Прекрасно. Мало того, что наполнение, мы делали то, что сам конференция, мы получаем информацию, то есть этот переход, который в тратке видит строительство. И так же с суть, то есть количество переходов на сайте, и на каких-то деревьях с нами. Отлично, большое спасибо. Собственно, прекрасные ответы, и мне очень нравится, что мы действительно сидим в квалифицированной аудитории. Аудитория в данном случае действительно алгоритм, который рассчитывает высоту вашей ссылки в поисковой системе, он является тайной за семью печатями в каждом поисковике. И действительно на него одним из решающих факторов является количество ссылок на ваш ресурс, соответственно, релевантность к поисковому запросу. Релевантность – это насколько поисковый запрос совпадает с тем, что у вас есть на сайте. И в том числе релевантность того текста, который находится в непосредственном окружении той ссылки, которая ведет на ваш сайт. И при этом на поисковую оптимизацию влияет в том числе и то, как сам ваш сайт построен. Соответственно, я бы разделил, и я думаю, коллеги не будут спорить, что есть оптимизация внутренняя и оптимизация внешняя. Собственно, внутренне это заключается в том, как ваш собственный сайт улучшить, как его изменить структурно. И, собственно, все, кто предлагает услуги по поисковой оптимизации, как правило, занимаются этим и плюс предлагают различной степени сомнительности внешнюю оптимизацию. В данном случае как раз я буду говорить про внешнюю оптимизацию. Внешняя оптимизация, особенно с учетом некоммерческих организаций, может быть значительно более эффективно построена без использования каких-то серых или плохих методов, а просто за счет доверия. Потому что некоммерческие организации, как правило, обладают большими сетями взаимного доверия. Они могут, соответственно, обмениваться баннерами, что они это делают. И я вот, как мы посмотрим на AkinInfo, я прошу вообще не только телефон. Я, пожалуйста, большая просьба сделать их бесшумными, пока мы разговариваем. Вот, соответственно, в данном случае давайте перейдем к первой части. Это внутренняя оптимизация. И для того, чтобы показать, как выглядит внутренняя оптимизация, давайте посмотрим, как вообще выглядит, как видит сайт роботы. То есть поисковые роботы, которые ползают по всему интернету и собирают информацию. Я специально для этого. Есть такой браузер, называется Links. Это Links с начала компьютерной эры был. Это просто текст. Это просто текст. Можно вот здесь. И вы видите, что это та же самая веб-страничка. Вот. И давайте посмотрим... Давайте посмотрим, соответственно, как у нас называется tininfo.ru. Да. Я сейчас попробую увеличить шрифт. Так. так. Нормально видно сейчас? Сейчас я сделаю так, чтобы панель записи не подходило. Так. И я иду на, соответственно... И прошу обращения. У нас здесь будут некоторые заминки, но я постараюсь их максимально быстро решать. Так. Тинфо.ру Так, он загружает. Вот, и вот как выглядит сайт, соответственно, глазами робота. И, соответственно, что он делает? Как вы видите, действительно, он показывает сначала, вообще, то, что видит в самом начале робот, это относительно немного, да. И он видит в данном случае текст, сколько в данный момент гостей на сайте, соответственно, данные по счетчикам. Вот, и только потом уже он видит, собственно, текст вступительный, который, соответственно, у вас дан. Теперь я покажу вам, то ли здесь понятно, да. То есть, и только здесь уже в конце, да, он видит, там, например, такой текст, собственно, который для вас является ключевым. Это инфекция, курение, диагностика, соответственно, профилактика и к какому специалисту обратиться и так далее и тому подобное. Так, жалко здесь, конечно, плохо видно. Но, в общем, основной урок... И вот давайте теперь я, соответственно, покажу второй сайт, это sexualeducation.org.ua. Здесь... Так. А здесь вообще ситуация совсем грустная, потому что так как весь сайт выполнен в картинках, робот не видит вообще ничего. Вот. И на самом деле, и теперь я не хочу хвастаться, но, собственно, мы пытаемся рассказывать людям то, что делаем мы сами. Мы пытаемся делать лучше, чтобы другим показывать лучше. Я покажу, собственно, как выглядит наш сайт с точки зрения того же поискового робота. Вот. Соответственно, здесь у нас первое, что он видит, это, соответственно, заголовок. Мы в заголовке, в том числе и я советую вам указывать какие-то наиболее главные ключевые слова. Хотя это, конечно же, не является прямо стопроцентно белой тактикой, да, правильной тактикой. Потому что если вы слишком много их добавите, то здесь, в данном случае, у вас скорее будут проблемы. Но если вы их добавите в меру, и в данном случае мера, на мой взгляд, не больше трех штук, вот, и добавите при этом, соответственно, сразу правильное... Или поставите их в том виде, в каком, например, люди ищут. Например, есть такой iViru ресурс, это интернет-телевидение. И там, например, это легальное интернет-телевидение, оно сделано там правильно. Но, например, они в свой заголовок ставят ссылки скачать видео онлайн. То есть они фактически привязываются к нелегальным поисковым запросам. То есть люди обычно ищут скачать видео онлайн или смотреть видео онлайн, подразумевая, что они будут делать это бесплатно, нарушая таким образом авторское право. А легальный ресурс, как iViru, например, он цепляется за эту оппортунистическую тактику индивидуальную. И таким образом появляется вышивка поисковых запросов. Ну и, соответственно, дальше тоже то, что у нас... То, что я объясню дальше, могу посоветовать дальше, как делать подобное... Да, пожалуйста. Да. Да, это title. И, соответственно, вот здесь вот можно... Сейчас. Но я вот не хочу просто уменьшать, к сожалению. Но, грубо говоря, да, это tag title. Я могу показать вам код страницы. И здесь, соответственно, это вот первый tag, который есть в каждом сайте. А, и, кстати, может быть, я с черного переключусь. Может быть, так будет лучше видно. Сейчас терминал, настройки... Быйдет. Сейчас, секундочку. Что-что? Робот. Да. Робот очень... Не, он как раз... Вот это вот, собственно... Сейчас я... Как раз робот читает текст значительно лучше, чем мы. Вот. И я думаю, многие роботы значительно более начитанные... Начитанные сущности, чем многие наши соотечественники. Вот. Другое дело, что они не извлекают никаких выводов из чтения литературы. Вот. Что ж такое? Так. А, все, вы знаете, мне кажется, это просто проблема в том, что мне нужно заново это будет запустить. Я это сейчас делаю. Да. Ну, в общем, грубо говоря, если у вас есть правильное меню, и, например, в данном случае я просто позволю себе быть для вашего же блага достаточно откровенным, этого меню нету в том виде, в каком оно было бы полезно для сайтов. Соответственно, сайт, соответственно, меню с какой-то четкой структурой, это то, как раз о чем говорит Google, да, что у вас в любом сайте должно быть четкое структурированное меню, которое, понятно, прежде всего человеку, и только потом уже робот, который имитирует, соответственно, человеческое поведение, чтобы для него он, соответственно, тоже, это очень важно. Вот. Ну, и, соответственно, карта сайта. Я могу чуть позже перейти. Вот. Здесь, соответственно, социальные сети, которые идут, и вот, собственно, здесь уже идут названия, да, вот. И здесь достаточно много именно ссылок. Здесь не даст... И то, что мы, например, еще делаем, мы, если вот вы заметили, мы ставим поисковые слова. Они стоят на каждом сайте, точнее, на каждой страничке. Вот. Это тоже помогает, потому что, посмотрите, как на это все смотрит робот, да. Вот. На него это все, каждая отдельная ссылка. Поэтому многие, конечно, это делают, но это не самоцель, потому что, если вы просто поставите ключевые слова, то это будет, наверное, даже не очень хорошо. Поэтому вам нужно это сделать не так, как вы просто засовываете вообще все слова, которые вам релевантны, но вы делаете это с умом, да, и вы, соответственно, пытаетесь их делать именно как полезные пользователи, а не как какие-то спамерские ссылки. Вот. В данном случае мы просто делаем теги ко всем нашим записям, и дальше уже здесь алгоритм показывает, как выглядят конкретно эти теги, как наиболее часто используемые. Вот. Ну, технически мы используем WordPress. WordPress – это бесплатная система. Этот плагин тоже бесплатный, он присутствует. Мы как-то в теплице можем рассказать, что это за плагин, и, собственно, в этом там суть нашей деятельности, да, то есть все, что мы делаем, мы готовы и рассказать некоммерческим организациям. Вот. Понятное дело, что, например, в таких более сложных системах, как, например, вот у вас на гражданском телевидении, что вы используете? Что-то другое. Что-то другое. Ну, скорее всего, потому что у вас видеохостинг, да. Вот. Ну, собственно, а вы используете ключевые слова? А, да, используем у нас с системой недостаточно. Понятно. Хорошо, спасибо. Так, я давайте вернусь сейчас, соответственно, на карту сайта. И я пока буду, вот, и она у нас здесь, собственно, пройду по ней. Так, вот, и здесь, соответственно, тоже карта сайта во многих системах, Drupal, Joomla, WordPress, даже Bittrex, скорее всего. Вот, есть, соответственно, есть плагины, которые вам автоматически формируют карту сайта. И в данном случае вот она. То есть это одно большое меню, которое, вот, последние 30 постов, да, она выглядит для обычного человека. Вот так вот, сейчас, секунду. Вот здесь ленты, соответственно, RSS, разделы, записи, архивы тегов, месячные архивы. И здесь, соответственно, приложения. Вот. Теперь, так, мы, в общем, вышли, давайте выйдем из этого черного неудобного меню и посмотрим на мир глазами обычных людей. Все ли здесь понятно по этому разделу вообще, что, понимаете ли вы теперь вообще, что, что важное для поисковых роботов? Ну, эмпирически. Да, ну, мне кажется, все-таки, что здесь два фактора, точнее, три фактора являются решающими. Первый – это возраст вашего сайта. Старые сайты обладают большим авторитетом. И действительно, оказывается, что многие сайты, которые просто были созданы раньше, например, мы вчера общались с такой сайтом Kachendeka.ru. Это Кашинский детский дом, который был, один из первых вообще появился. И из-за того, что они именно раньше всех создали сайт, он у них выше всех в поисковой выдаче. И их теперь просто они, там как раз люди жаловались, что теперь у них появляется некое оппортунистическое поведение, потому что это первое, что находят журналисты, фонды, люди, которые дают деньги. И они уже просто не могут, да, у них есть все, хотя я не думаю, что у детских домов может быть там так много ресурсов. Но, грубо говоря, что просто из-за того, что они давным-давно его сделали, вот, он у них выше всех сидит. И в связи с этим, там, например, они хотят просто поставить вместо этого сайта какую-то в целом площадку для всех детских домов, просто чтобы это не было, что все ресурсы за счет просто возраста домена уходят в одну, скажем так, воронку. Да, и в данном случае, мне кажется, вы могли бы, если у вас старые домены, да, и старые ресурсы, то это очень хорошо для вас, потому что, там, 2005 год, да, насколько, и 2008. От момента появления первого, соответственно, содержания, первых ссылок, то есть, грубо говоря, с момента того, как ваш сайт заметили поисковые системы. Ну, может быть, может быть, здесь, конечно, в этом может быть проблема. Вот, соответственно, да, пожалуйста. Линкс. L-Y-N-X. Линкс. В данном случае последствия могут быть такие, что, например, если у вас есть какие-то, там, например, материалы, на которые было много ссылок, и вы вдруг удаляете материалы, не ставя редиректа, вот, то они у вас теряются. То есть, таким образом, это вот, как, условно говоря, вы, там, почту, ну, там, вы указывали почтовый адрес один, потом вам улицу поменяли название, вот, и письма просто, они приходят, но не доходят до адресата, если не указано, там, на почте, или культурный почтальон знает, что название улицы изменили. Вот, в данном случае большинство систем, например, там, тот же WordPress, есть плагины, которые, например, позволяют устанавливать, которые делают, запоминают, грубо говоря, если вы там что-то меняете, они запоминают старую ссылку и ставят вам новую. Ну, и, точнее, они, как бы, когда узнают, что кто-то хочет перейти по старой ссылке, они возвращают новую ссылку, говорят, что эта страничка переместилась. Вот, есть, собственно, целый язык программистский, там, этих кодов, да, это, кажется, 304, это постоянный редирект, да, что, типа, страница уехала надолго и, какой-то, не помню, 303, кажется, в общем, то, что это временный редирект, 302, кажется. Вот, и, таким образом, вот, можно посмотреть, да, что и как сделать. Так, еще какие-то вопросы есть? А, я еще не договорил, не ответил на ваш вопрос. Собственно, один фактор – это возраст, второй фактор – количество ссылок и тоже авторитетных. И это вот, соответственно, чем более авторитетный ресурс ссылается на вас, тем вы более авторитетны. То есть, он есть, так вы понимаете, как переток авторитета в данном случае, и при этом, если у вас, например, слишком много ссылок, то вы становитесь менее авторитетными, потому что, ну, как бы, вы раздаете авторитет всем, кому не попали, да. Поэтому, например, это плохо, если у вас слишком активный обмен ссылками, баннерами. Вот именно баннерами просто вот как, ну, вот в таком виде, кому попало, да, в данном случае нужно быть осторожным. Но при этом, если вы просто в тексте делитесь ссылками на какие-то ресурсы, например, и вообще этот тренд интернета сейчас такой, что нужно делиться ресурсами, что нужно считать ваш сервис как не какое-то конечное направление, а, скажем так, одно из звеньев в сети интернет. Да, да, и, соответственно, вы можете специально, вот мы, например, это делаем пока в ограниченном масштабе, у нас здесь специально под это есть, соответственно, здесь баннеры, вот, пока, правда, нам никто не ответил взаимности, но это в данном случае просто, чтобы зарезервировать место, вот. Вот, но, скажем так, для нас это очень важно, да, но при этом мы, например, вот здесь вот в наших новостях, мы очень много, много внимания уделяем тому, чтобы беспрепятственно делиться ссылками на ресурсы, вот. Вот, и, собственно, вся наша философия, там, например, база приложений, это то, что мы там тоже, там, можно всегда, например, зайти с миру по нитке, и вот у нас здесь будет сайт, и, соответственно, который будет перенаправлять на следующий ресурс. Вот, и, соответственно, третий фактор, это вот внутренняя оптимизация, да, потому что если у вас не будет правильных текстов и правильных, правильной разметки, то у вас, соответственно, браузеры, точнее, поисковые серверы не будут придавать значение вообще вашим текстам. Связано, связано, связано. Ну, связано, безусловно, то есть в данном случае, это как, но это скорее вот к третьему прозвучало, но да, это внутренняя оптимизация. Да, потому что это вот как бы связано вот с тем, что я сказал в самом начале, да, что у вас эти поисковые пауки, они копируют поведение, и, собственно, поэтому они берут эту вот авторитетность ресурса и ссылку как некую производную, там, вероятностную, да, что чем больше ссылок на ваш ресурс, значит, вероятность того, что он интересен, она выше. Да, пожалуйста. А авторитетный ресурс у вас есть ли у него авторитетный ресурс, а вы не сможете посещать? Нет, не обязательно. Скажем так, здесь у вас авторитетный ресурс может быть тот, на который больше всего ссылок. Он не обязательно может быть посещаемый. То есть, например, Яндекс, да, у него 22 миллиона человек аудитории, но не каждый раз встретишь ссылку непосредственно на Яндекс, да. То есть, некоторые люди просто считают это или на Гугл, да, иногда, конечно, люди дают ссылки на поисковые запросы, но, например, так как на Википедию мало кто дает. И, собственно, Википедия, наверное, является примером наиболее авторитетного ресурса, да, потому что, собственно, вот люди, когда в спорах каких-то, они дают просто ссылки на Википедию активные, вот, и их очень много. Собственно, поэтому в Гугле, какое слово вы не найдете, одна из первых строчек будет у вас, соответственно, Википедия. И в том числе тоже это в Яндексе, говорят, есть немножко другой алгоритм, и там, по крайней мере, он доработал по-другому, что там считалась частота того, как люди кликают по вашим ссылкам и говорят, что много, ну, это, по крайней мере, было в какой-то момент, и они, скорее всего, это изменили, они никогда не говорят, как они это меняют. Но, грубо говоря, вся поисковая оптимизация по Яндексу, и я думаю, сейчас это не является, там, таким, но сводилось к тому, что просто сажались целые ряды за школьными партами, и люди просто искали, кликали, и таким образом повышали, повышали свой ресурс поисковых запросов. Вот, но, насколько я понимаю, от этого уже отказались, потому что тогда действительно это было какое-то, ну, да, то есть это позволяет вмешательство, то есть предполагает сильное вмешательство человеческое в чисто технические вопросы и разрушает действительно вероятность на модель. Да, пожалуйста. Зависит. Это зависит, потому что это зависит от того, какая у вас система, да, потому что если у вас система разработанная, и в данном случае это могут быть бесплатные, да, и в данном случае это вот та тройка, которая все время называют WordPress, группа и Joomla, у них уже все эти плагины есть. Для того, чтобы их установить, вам не требуется быть администратором, вам нужно просто уметь, вот если хотите, я могу просто показать, на каком уровне сложности, например, на WordPress можно устанавливать плагины. Вот, я, соответственно, захожу. Это тоже хорошо. Вот я как раз об этом говорил, что самое главное не переборщить. Одно дело, если вы просто их указываете у себя там где-то внизу, как обмен баннерами, это не очень хорошо, если их много. Но если вы просто пишете какой-то текст и ссылаетесь на ваших коллег, это нормально, это даже хорошо. Потому что вы, собственно, предоставляете информацию, вы делаете и своим коллегам хорошо, и своим пользователям хорошо, и, я думаю, прогрессивные системы поисковые, они, конечно, вас вознаградят. Ну, прекрасно. А в Википедии можно добавить? Ссылку на вас, да. Но здесь, конечно, википедисты это понимают, но в данном случае есть много статей, в которых вообще нет информации. И это работает, по крайней мере, как я это вижу, и это такая не совсем документированная вещь, что вы, например, пишете хорошую статью, вы можете сослаться на свой ресурс. Как источник этой уникальной статьи. И это таким образом значительно вам повысит авторитетность. Но при этом статья должна быть действительно хорошей, не просто там какой-то спам. Но при этом, то есть вы что-то за что-то, да, вы добавляете знаний в общую копилку, вы можете сослаться на себя, вот, как на источник этих знаний. И это в том числе может быть стратегией для вашего продвижения. Ну, вот в данном случае негласные правила, а может быть даже и гласные, но о себе не пишется. Вы можете написать о проблеме, то есть о вас может кто-то написать. Ну, кто-то, понятное дело, всегда нарушают там под какими-то анонимными, вот, там пишут вообще, что это такое. Там, например, Кока-Кола, там, о себе много писала, там, и так далее. Вот, но, как правило, считается хорошим тоном в Википедии, что о вас пишет кто-то другой, да. Вот, то есть, ну, понятно, никто не запретит, да, вам написать о себе, возможно, там придерется редактор. Ну, я думаю, ну, смотрите, вы можете попросить, вы можете, конечно, сами написать, но в данном случае, так как вы НКО, я думаю, у вас несколько другое будет отношение, все-таки вы не коммерческая структура. Просто, если вы будете там каким-нибудь, я не знаю, организацией, я не знаю, по продаже чего-то там, и вы решите написать, какие ему прекрасные, напишите огромный текст, поставите на себя 10 ссылок, но это, это 100% не пройдет. Ну, ну, да, да, вот. Вот, а если вы напишите о себе и, скажем так, или вы просто напишите, например, просто о проблеме наркомании, или там дадите ссылки, например, вы когда публикуете какой-то отчет по наркомании, вот, и даете ссылку на свой ресурс, то, например, ссылка с самого авторитетного источника, это всегда будет, одного из самых авторитетных, это всегда будет плюс. Ну, опять же, если хотите, я могу вернуться к этому вопросу плагинов, да, вот, собственно, это примерно так же работает на всех других системах, вот, вы, соответственно, здесь есть раздел плагины, добавить новый, и вы просто вводите, в данном случае по-английски, я прошу прощения, поисковая оптимизация, это CEO, да, Search Engine Optimization, вы вводите поиск плагинов, и он вам выдает просто кучу различных плагинов, и вы нажимаете установить, дальше он вам предлагает, соответственно, там, либо сам устанавливает, в зависимости от хостинга, либо там просит пароль по FTP, я дальше не буду в это входить, да, и это, и дальше вы просто идете в настройки, вот, здесь у вас есть различные настройки, и вы просто устанавливаете их, и уже можно будет с этого отслеживать просто по своей системе, своей веб-аналитике, и я всем, кто не установил, я считаю, что это очень просто первый шаг, который нужно сделать, это установить вашу систему статистики сайта, вот, чтобы отслеживать те эффекты, и то, что вы делаете, непосредственно уже, там, например, сделали одно изменение, отслеживаете неделю, смотрите, принесло, приносит оно, соответственно, результат или нет, иногда это, на самом деле, не требует много времени, это просто требует какой-то заинтересованности, ну, и действительно, ну, очень часто интересно просто смотреть на приходят люди или нет, вот, поэтому это может быть даже занимательно, вот, и особенно это хорошо, например, там, раз в месяц, если вы делаете какие-то отчеты в своей организации друг с другом, какие-то, я не знаю, там, планерки, вы тоже можете это включить и поставить себе как одну из ключевых, там, один из ключевых факторов или показателей. Так, значит, что дальше? Так, я рассказал про плат... А, и, соответственно, в Друпале и в Джумбле есть тоже, и наверняка есть в Битриксе и в Модексе, вот, но, опять же, Битрикс платный, мы считаем, что для некоммерческой организации это не является лучшим вариантом, вот, хотя, даже несмотря на то, что они, как бы, это российские разработки, вот, но в Вордпрессе уже так много русских программистов и российских программистов, которые поучаствовали, что, я думаю, это не менее русский и российский программный продукт, чем, там, любой другой, вот, так. Так, значит, давайте теперь пройдемся по конкретным сайтам и давайте пройдем, начнем с Тин.Инфо, да, вот, так, я, соответственно, здесь что можно сделать? Ну, во-первых, я вот, это вот, соответственно, у нас наш источник. Вот, каждая страница, это не то, что мы видим, да, это может быть такой тот черный экран, который мы видели, который видит робот, вот, а это видит, собственно, браузер, вот, и в данном случае он позволяет вообще, это тот язык, да, на котором написана любая страничка, страничка, вот, я ее увеличу, ну, и в данном случае, например, тайтл, да, вот здесь вот явно не хватает. Здесь просто написано Тин.Инфо, а вместо этого у вас должно быть название, соответственно, что посмотрим. Даже не молодежный, я бы сначала назвал это все о любви и контрацепция, и только потом молодежный консультативно-информационный портал, вот, здесь я просто с копирайтером поработал, вот, потому что не обязательно, даже если у вас официальное название молодежно-консультативно-информационный портал, мне кажется, это можно было тоже чуть более укоротить, да, вот, соответственно, так, здесь дальше у вас тоже пустое место description, keywords, то есть ключевые слова. Если честно, они с какого-то, кажется, с 2006 года уже не играют роли никакой для поисковых систем, вот, но на всякий случай я рекомендую их добавлять, вот, вот, и, по крайней мере, description точно, потому что, когда, там, например, сейчас, что-что? При, например, добавлении ссылок в поисковые сети, в социальные сети показывает как раз description, вот, и я очень советую, соответственно, это добавлять, и добавлять туда какие-то, какие-то важные, важные описания, да, вообще для всего интернета, интернета я советую вам заготовить себе один параграф, да, не больше двухста слов, сконцентрированного описания вашей организации, куда вы добавляете, то есть, какое вы пишете всем, ну, да, если вы на русском, то на русском, если у вас основная аудитория, ну, английскую версию, ну, да, вот, дальше, смотрите, теперь у вас есть такая вещь, как, так я верну, у вас здесь большая проблема, да, во-первых, у вас нет заголовка, у вас, ну, все заголовки, соответственно, делятся по иерархии от H1 до H2, то есть, хейдинг 1, заголовок первого порядка, до заголовка, там, точнее, H1 до H6, хотя нам можно, в принципе, бесконечно больше, ну, то есть, от заголовка первого порядка до заголовка второго порядка, у вас нет здесь заголовка первого порядка, который бы показывал ваше название, да, у вас в данном случае это сделано в виде картинки, это плохо, потому что заголовок H1 – это самая главная запись на вашем сайте, это фактически, как название книги, вот, в данном случае вы, или, там, та студия, которая вам это разрабатывала, они сделали это как, соответственно, как картинку, вот, вам первое, что, наверное, вам предложили бы сделать, там, оптимизаторы, это, конечно же, они переделали бы это для того, чтобы это выглядело как картинка, ну, точнее, как текст. Дальше уже можно текст заменять картинкой, это уже приемы верстальщика. Вот, теперь вторая проблема – это, соответственно, ваше меню. Оно тоже сделано в виде изображений, вот, и даже несмотря на то, что они у вас здесь подписаны, и мы можем зайти, вот, но даже если, и то, тайтл у вас, но все равно это как бы не то, да, это у вас все равно картинки, и в том числе alt, это alt, alternative, да, это текст, который показывается, если картинка вдруг не отображается, он у вас, например, не прописан, вот, соответственно, это не очень хорошо, точнее, совсем не хорошо, вот, потому что меню, я считаю, должно быть в виде текста, да, если вы вспомните ту картинку, которую я показывал в самом начале, меню должно быть в виде текста, то есть я могу включить, вот сейчас показать, как выглядит наша страничка, это не для хвастовства, а именно для обучения, вот, то есть вот у нас здесь есть, соответственно, тайтл, здесь больше названий, здесь есть, так, сейчас скажу, так, у нас есть достаточно много кода, так, здесь, соответственно, description, но это уже, а, это, я знаю почему, не ту страничку, не главную страничку, смотрю, вот, так, вот, здесь, соответственно, вот, вот наш description, то есть наше описание, вот, а это, собственно, вот этот вот H1 заголовок, вот, то есть заголовок номер 1, да, который здесь показывает, здесь есть, конечно, он тоже в виде изображения, но он уже поставлен, вот этот вот этот заголовок H1, да, что это самое главное, самое главное название, вот, и дальше уже идет, идет наше меню, вот, и, соответственно, дальше это можно сделать, здесь, к сожалению, у нас только картинки, этот вот image source, этот HTML тег для картинок, так, вернемся на сайт, и здесь, например, тоже, у вас вот очень важные вещи, например, бесплатно, возможность проконсультироваться у врача, бесплатно онлайн-консультации, они все выполнены в виде текста, вот, и я отдельно поговорю про ваш сайт, вот, и это тоже нехорошо, то есть в данном случае нужно все переделать в виде текста и дальше уже оформлять как картинки, точнее, можно к ним подцепить картинки, это уже просто вопрос техники, да, через CSS, CSS, это, да, пожалуйста, да, да, потому что, видите, текст, как можно отличить, текст можно выделить, его можно копировать, а, соответственно, вот это вот, видите, у меня не меняется курсор, вот, и здесь тоже, видите, и, как правило, это делалось раньше для того, что просто браузеры были достаточно плохо разработаны, и они показывали текст хуже, значительно хуже, чем картинки, вот, поэтому многие для красивости ставили картинку вместо текста, и я помню сам это буквально еще два года назад, это была проблема, вот, сейчас появились онлайн-шрифты, появились вообще, просто сами браузеры стали лучше, и, да, вот, и, соответственно, сейчас текст уже не сильно отличается от картинки, поэтому сейчас вообще эта проблема пропадает. Вот, и дальше, да, что мы можем здесь смотреть, да, то есть, вот у вас, например, топ-5 вопросов, это очень хорошая вещь здесь, в данном случае, которую дальше можно использовать для построения семантического ядра, это когда мы будем говорить уже о внешней оптимизации, потому что, собственно, и это у вас, я правильно понимаю, что это вот генерируется, производится пользователями, да, вот, соответственно, вот это вот на самом деле можно значительно выше поднять, но у вас, вот, опять же, здесь... Ну, вот, очень хорошо, но, видите, вот у вас консультант, консультант тоже он у вас в виде картинки, если бы у вас здесь все, кроме портрета, было бы текст, и вам уже было бы лучше, вот, и, соответственно, дальше, что, то, что у вас, вот, по структуре сайта, у вас первое, что видит робота, он идет слева направо, так как он, ну, все-таки его сделали европейцы, вот, поэтому он читает слева направо, и наоборот, и, ну, не обязательно европейцы, он, скажем так, в тех культурах, которые тоже читают слева направо, вот, и в данном случае здесь проблема такая, да, то, что он идет, вот, у вас слева направо, и он первое, что видит, это, соответственно, вот эти вот пару слов, потом видит баннеры, потом видит рекламные баннеры, и вот эти вот баннеры, да, вот, как раз, которые вы используете для баннерной рекламы, и в данном случае я бы вам советовал, если у вас уже есть Google Analytics, вам вот эти вот счетчики, например, они не нужны, потому что вы, фактически устанавливая их, играете на руку, собственно, этим системам, да, потому что вы им свой авторитет отдаете, да, то есть изначально была бизнес-модель с этими счетчиками такая, что вы ставили себе счетчик, они вам оказывали услугу сбора статистики, а вы им оказывали, притом сами многие об этом не знали, вы оказывали им услугу, собственно, поисковой оптимизации за счет поставления ссылки на них, вот, это такая хорошая всегда бизнес-модель основанная на незнание, вот, но в данном случае LiveInternet действительно оказывает неплохую статистики, поэтому это действительно хорошая штука, вот, и дальше, вот, и он просто видит эту левую колонку сначала и только потом уже добирается до правой вашей колонки, и, соответственно, если бы вы могли бы, соответственно, это поменять местами, это тоже вам бы... И бы переделать на табличную верстку, на табличную верстку. Ну, в данном случае, в данном случае, это вы можете точно так же в табличной верстке, это переделать, здесь нет большой проблемы. Даже поиском... То есть для поисковых систем особенной разницы, нету табличная верстка или нету, или дивовая. Самое главное для них, мне кажется, это является важным вопросом, то, чтобы верстка у вас соответствовала стандартам. Вот, соответственно, стандартам есть такой сайт, валидатор, валидатор, в 3C.org. Этот сайт позволяет оценить, насколько ваш сайт соответствует стандартам. Сейчас. Вот, вы можете забить любой сайт, мы проверим его сейчас, насколько данный сайт соответствует стандартам. Вот, и в данном случае, здесь, как мы видим, 125 ошибок. Вот, и вы всегда можете, например, соответствовать, точнее, проверять ваших заказчиков проверкой на таком сайте. Давайте посмотрим, что у нас. У нас тоже, наверное, какие-нибудь ошибки. Многие ошибки связаны с вещами, которые мы не можем контролировать. Вот, там, например, 14 ошибок, которые многие с внешними плагинами связаны, например. Ну, здесь, действительно, тоже мы как бы не идеальны, но, согласитесь, 125 – порядок разницы. Да? Вот, соответственно, здесь можно что улучшать. Хотя, я думаю, важность этого параметра для поисковых систем, она не доста... Не думаю, что она велика. Но что здесь дальше важно? Вот, опять же, идем по тексту. Здесь, соответственно, вот мы идем по тексту, и... Вот какой текст, да, у нас здесь есть, соответственно. Вот это вот, это хорошая вещь. То есть здесь правильный, релевантный текст, да, потому что здесь фактически есть информация, да, есть те ключевые слова, по которым вас могут найти. Вот, то есть диагностика темперамента, соответственно, секс и так далее, и тому подобное. Вот, защита в сексе, предохранение. Вот, в то время как вот этот вот сайт, вот этот вот текст, я бы, конечно, предложил бы вам переписать. Даже не поменять местами, а действительно переписать, потому что просто, чтобы он был более релевантным, чтобы он содержал в себе больше, там, ключевых слов, но при этом без вот этого, без того, что вы бы только запихивали туда ключевые слова, нет, но он просто был бы описать, да, пожалуйста. Вот, и, конечно же, вот то, что лично для меня здесь не хватает, да, это то, что у вас здесь просто не хватает новостей, да, потому что, если вы создаете новости, то каждый новостной повод – это дополнительная вещь, которую оценивают поисковые системы. Иногда люди приходят именно на то, что вы, какие новости вы пишете, и только потом уже становятся постоянными пользователями вашего сайта. Вот, но… Вот, либо-либо вы можете взять, например, из того, что у вас есть какие-то новые дискуссии… Вот новые консультации, например, вы можете просто поставить сюда набор новых консультаций, да, и вот эти вот вещи, на самом деле, здесь полно хороших, релевантных, каких-то ключевых слов. Я, прошу прощения, всех попросил не отвечать, это в данном случае просто в связи с нашим этим, с нашей поездкой. Вот, здесь, на самом деле, если бы вы это поставили выше и использовали, например, услуги, там сами бы редактировали какие-то, чтобы сделать более релевантные заголовки, вот, то это вам помогло бы, потому что здесь, фактически, люди вам оставляют свои собственные записи, вот, а если бы вы их, как с редакторской точки зрения, еще изменяли бы, вот, то это было бы лучше для вас. Ну вот, смотрите, вы, например, берете, там, другой способ защиты в сексе, да, у вас, фактически, две одинаковые записи, вот, ну, или там, например, какова, там, опять же, вот, какова вероятность беременности, да, вам ничего не... Вот, во-первых, просто поменять здесь, да, можно, потом, если мы посмотрим код этой страницы, видите, у вас вообще старая ссылка, у вас B, B, это то, что болт, да, сделать полужирным, если бы вы оформили это как заголовок по уровню номер 3, да, это уже придало бы значимости вашим этим заголовкам, тем более B это вообще уже сейчас не используется, вот, ну, или, например, Тержина, что такое Тержина, да, если бы у вас, если бы вы, там, у вас был бы редактор форума, да, или вы кого-то отрядили бы просто редактировать этот форум, то он бы вам, соответственно, сделал из какого-то однострочного, так, сейчас, прошу, где-то здесь, не знаю, да, давайте, у меня есть где-то там контакт, что? Да. 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 Это в том числе уникальный контент, но вам, мне кажется, очень правильно то, что Тигран говорит, потому что, это, потому что если вам, например, вместо, там, какого-то бюджета просто людям, которые сделают вам типовое решение по социальным сетям, значительно проще нанять и лучше нанять человека, который бы просто писал новости и какие-то тематические обзоры, при условии, что у вас внутренне все отлажено, вот, чем просто вас прогоняли бы через какие-то биржи ссылок, через какие-то системы обмена этими ссылками, в общем, то, что, вот, как раз укладывается в greyhead или blackhead, вот, а, собственно, whitehead в данном случае – это создание интересного содержания, либо редактирование того содержания, которое формируется у вас пользователями, при условии, что у вас внутренняя структура, она максимально хорошо сделана, чтобы давать ее поисковым, поисковым, соответственно, паукам или роботам. Да, да. Да, 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 да. Вот, и тоже привлечение волонтеров, но в данном случае, если у вас здесь, я вижу, что у вас очень активно идет обсуждение, вам нужно то, что вот это вот, это самое ценное, я считаю, то, что у вас есть на сайте в данном случае, поэтому вам это нужно максимально ставить наверх, ставить, обновлять, то есть, чтобы это показывалось у вас на главной страничке сайта, и в том числе к этому цеплять многие поисковые запросы, да, особенно учитывая, что они у вас очень релевантны, да, там, например, я уверен, что многие из них, и действительно у вас, смотрите, у вас почти все, это вот из-за последних буквально пять дней и кучи вопросов, это, в общем, здорово. Но, опять же, вот там, половая жизни, это очевидно, что это, конечно, пользуются, там, не самые грамотные люди, да, поэтому и в данном случае вам нужен редактор, да, который просто редактировал бы именно заголовки, да, вот, да, заголовки тем, если есть дальше ресурсы, то, может быть, какие-то ошибки бы исправлял, вот, но это, опять же, там, нужно понимать, что ресурсы ограничены, вот, соответственно... В данном случае, ну, в заголовках, да, в заголовках, да, потому что, собственно, ну, опять же, в данном случае, понятное дело, что вы же не, там, не полностью изменяете, вы просто, там, меняете оформление, да, что, там, например, с большой буквы начиналось, и просто это было грамотно, вот, в данном случае это, скажем так, вот, точечное воздействие просто для того, чтобы повышение, там, это как вытаскивание сорняков, условно говоря, вот, то есть какие-то, ни в коем случае не сущностные, да, а именно, там, какие-то ошибки, чтобы это для того, в том числе, для того, чтобы люди, когда к вам приходили, они видели, что это не просто какой-то непонятный вообще, какой-то непонятный ресурс для непонятного кого, а то, что у вас действительно адекватные запросы, адекватные вопросы, и даже не обязательно, что люди изначально создают, но вы делаете их такими, да, вы создаете базу знаний, вот, а, соответственно, чтобы база знаний была релевантна и адекватна, вам нужно работать над теми вопросами, которые люди сдают. Да. КОНЕВ, ПЕРЕДСТАННЫЕ СВЕСТИКИ Ну, опять же, это все, как вы оформите. Здесь в данном случае нет какого-то рецепта. Здесь вы можете точно так же влезть в шаблон или попросить администратора. Влезть в этот шаблон и, соответственно, изменить его так, чтобы он был более удобоварен для поискового общества. Ну, здесь, скажем так, да, Паукады. Здесь надо сбалансированный подход. Вот Андрей правильно сказал, потому что как только у вас есть соцсети, это, как правило, закрытая система, и они закрыты из-за соображений приватности. И, соответственно, если вы ведете дискуссию в Facebook или ВКонтакте, то изначально поисковая система не имеет к ней доступа. Соответственно, вы теряете, вы выигрываете на удобстве для конечных пользователей, но вы теряете для своей собственной поисковой оптимизации. Поэтому я бы здесь советовал… Пользователи, да, но вы приобретаете конкретно пользователей там и теряете здесь, да, вы теряете внешних пользователей, которые бы вас могли найти по поисковым словам и по тем комментариям, которые они оставляют. Ну, как мы видим, я в данном случае вот этот смотрюся, он, по-моему… Ну, да, то есть, если вы посмотрите на… Ну, почему? Ну, да, страшно. А как вам, кстати, оставляют эти комментарии? Ну, там есть некая система, значит, все, что здесь вот в конкретных консультациях, оно, своего рода, внутри проиндексировано. Человек, когда пишет вопрос, он сначала на основе предиктивного года, то есть, выпадает результат ответа, чтобы уберечь, так сказать, он сразу может увидеть ответ на свой вопрос. Потому что, что база большая уже, вот, соответственно, он использует последние годы, это не отвечал, как вы видите. Но если мы перейдем на вторую страницу, то, наверное, будет идти соответственно. И вот, если он не находит ответ, то, да, уже, ну, можете посмотреть, как вы думаете. Ну, то есть, как бы, я отвечу так, что да, с технической точки зрения это выполнено… Выполнено не очень современно, да? А, вот, там все, зелеными этими галочками, да? Вот. А, но здесь нет, странно, зеленые галочки есть, но ответа нет. Нет, следующее, по-моему. Нет, галочки это не значит ничего. А, вот, вот, число. Ага. Вот, но здесь в данном случае, да, и такой функционал будет сложно осуществить в социальных сетях, потому что вы в социальных сетях никак не сможете сказать, это эксперт или не эксперт, да? Ну, не можете. Но, смотрите, представьте себе, вы это пишете, как… Это у вас в данном случае, там, не знаю, какой-то плагин от ВКонтакте, да? Вот, и вы не можете никак там обозначить, кто является специалистом. Да, но вы не можете запретить комментировать всем, кроме неспециалистов. Ну, нет, ну… Это как, как, как вы себе представляете, что вы чистите десятых комментариев, потом у вас падает отношение людей к вам, и у вас, соответственно, должен постоянно следить человек, который будет эти комментарии очищать, да? То есть, в данном случае проще создать закрытую систему только для специалистов, чем делать изначально открытую, а потом всех удалять. Собственно, это не важно. Это с этим стало хорошо? Вопросы… Нет, с медицины… Нет, 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 с медицины это конкретное обязательство, конкретная юридическая ответственность. Поэтому, в данном случае, я бы, конечно же, вот по юридическим вопросам в сети советовал бы очень быть осторожным, просто чрезвычайно. Это не компьютерная программа, которая, там, если с ней что-то случится, то, ну, там, максимум, что можно сделать, это переустановиться в свою систему. Люди не могут, к сожалению, себе систему переустановить. Более красиво. Ну, это… Но это, да, здесь, я думаю, большой… Я соглашусь, что здесь есть большой, скажем так, потенциал для улучшений. Вот. Ну, даже не виджеты, потому что, мне кажется, здесь… Если честно, то здесь чересчур все перекручено. Вот. И я бы просто вам советовал бы сделать просто… Вообще пересмотреть в целом концепцию, да. Потому что здесь, ну, там что-то бросается, и здесь что-то мигает. В общем, я… Просто в данном случае я бы… Конкретно бы… Да. А… Ну, не только… Системы компенсированы. Например, в системе, в местных системах, комментированных, криптовалют, 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 криптовалюты, криптовалюты, криптовалюты и, возможно, российские новостные сайты. Насколько они… … нормальные взаимодействуют в данных случаях? То есть, инфицируются ли они, они… Они… Вы знаете, там достаточно сложная система, потому что они все подгружают из внешнего источника. Вот. И хотя, например, там, Intense Debate, да, он, например, держит эти комментарии в вашей базе данных. Ну, мне кажется, там, конечно, хуже индексация, чем если это просто вот ваше… Да. Просто чисто потому, как я вижу, как это функционирует, конечно, мне кажется, это там хуже индексируется, чем… чем ваши собственные комментарии, вот как просто обычный текст. Ну, может, соответственно, ну, может, может, что это, как, системы, или припозрительные, какие-то, например, поэкспортные в тексту, как они, в тексту они здесь… Ну, здесь… Ну, одно дело, Если у вас общение, и вы хотите просто, чтобы люди у вас не фокусовались, тогда, пожалуйста, вы можете использовать социальные сети, но если у вас дело идет именно о консультациях, где речь идет именно, чтобы люди находили ответы на их вопросы, то вам нужно точно сделать четкую систему верификации отвечающего, то есть проверки, кто это, это первая вещь. Вторая вещь, соответственно, вам нужно посвятить какое-то время для того, чтобы были правильные заголовки, чтобы поисковые системы понимали, что это вопрос, и лучше, если они будут грамматически выверены. И тоже, в принципе, есть даже какие-то протоколы, насколько я понимаю, специально для машинной обработки, тоже вопросы по ответу. В данном случае я бы советую вам просто поискать, если такие есть. Это, грубо говоря, это форматы, что называется, семантический веб, да, это потому что, когда создали протокол ВВВ, который позволил нам не вбивать IP-адреса, а вбивать, собственно, домины, вот, это была, что называется, вторая часть второго поколения интернета. Соответственно, третья часть, ну, идеалистическая, которая, как коммунизм не настал и неизвестно, настанет ли, это, соответственно, семантический веб, который подразумевает, что вы можете любой ответ или вообще любую информацию описать, как, с помощью, там, системы тегов и систематизировать, да. Ну, опять же, это уже, как бы, там, высшая математика, но, так или иначе, наверняка, есть какими-то из энтузиастами сработаны подобные протоколы уже для семантической обработки вопросов и ответов по медицине. Вот, и в данном случае я бы вам советовал просто это поискать. И, возможно, это вам, и наиболее прогрессивные поисковые системы, они, конечно, любят экспериментировать с подобными системами и увеличивают, в том числе, авторитетность, если у вас вот эти данные оформлены соответствующим образом. Вот, так. Хорошо, значит, мы здесь разобрались относительно, да, то, что у вас, я бы вам советовал конкретно убрать все, что у вас в виде картинок, здесь сделать более релевантный текст, здесь, соответственно, это все правильно, да, только я бы советовал еще больше, там, например, еще больше текста поставить из этих вещей, которые... из консультаций, да, которые у вас наиболее часто обновляются, и редактировать им, соответственно, заголовки. Вот, и там, опять же, тоже у вас здесь есть, там, в IT регистрации забыли пароль, ну, понятно, для чего захотите, а у вас явно не хватает здесь кнопки, ну, хотя вот здесь вот есть, да, что... Нет, я все-таки знаю, я полкнопка. Вот, но здесь она в данном случае тоже, скажем так, это вот первое поколение этих кнопок, она не выглядит как кнопка, это выглядит как красный, красный кружок с надписью, да, все-таки кнопка сейчас это, и опять же здесь я в данном случае себя привожу, это скорее вот что-то такое, да, что у вас реагирует на видение, вот, и благо таких кнопок уже много, вы можете... Ну, то, грубо говоря, что это что-то интерактивное. Вот у вас был вопрос... Нет, точнее, говорят, что поисковые системы пытаются как-то их интегрировать, но вопрос в том, как раз из-за того, что они закрыты, и, собственно, буквально недавно Винсерф, создатель интернета, он говорил о том, что Facebook вообще является одной из гроз интернета, несмотря на то, что мы, например, очень любим Facebook, вот, просто как раз из-за того, что эта система закрытая, и интернет, ну, то есть поисковые системы не могут, там, понять вообще, что происходит. Ну, это черный ящик, по сути, вот, и, да, то есть социальные сети могут принести вам людей, но они не смогут вам повысить ваш рейтинг, по крайней мере, пока, не смогут вам повысить рейтинг не в Гугле, не в Яндексе. Да, это безусловно, и я думаю, мы, конечно, да, и в данном случае они не выключают друг друга, я не знаю. В данном случае социальные сети, трафик социальных сетей очень важен, и он очень важен для социальных взаимодействий, и в данном случае я не говорю, что социальные сети – это плохо, да, они просто закрыты, и они для других целей. Ну, да, но это только, опять же, если это не вопрос, а именно это какое-то обсуждение. Потому что, ну, опять же, варианты неправильных вопросов, да, они очень много, они могут действительно вам сослужить плохую службу. Ну, это происходит, это в данном случае, я не говорю, два слова. Мне кажется, просто это должно быть так, что у вас система комментирования своя, опять же, если дело идет о каких-то серьезных вещах, подразумевающих какую-то ответственность. А просто для новостей вы можете кидать ссылки в социальных сетях и обсуждать там их. Вот, и в данном случае, что это просто, чтобы это пошаролейно. Потому что есть, как бы, два, два, две вида стратегии, да, есть так дело, что люди, где у вас сидят постоянно вместо работы прокрастинируют, и дома прокрастинируют. Ну, так или иначе, действительно, 80% времени по опросам россиян, да, в интернете проводятся в социальных сетях, представьте себе. Соответственно, нужно ловить рыбу там, где она есть. Вот, поэтому одно дело, что люди там ищут и что-то ищут, и в данном случае задают конкретные вопросы, которые попадают у вас на форуме, и вы можете с этого, а если вы хотите удержать сообщество, то вы должны идти туда, где люди уже существуют, да, где люди уже находятся. Так, что, мы закрыли, мне кажется, или еще что-то осталось по Кин.Инфо? Остались ли у нас какие-то вопросы? Так, давайте теперь перейдем к второму сайту, и это, соответственно, взрослеем вместе. Ну, как мы, как я показал, робот вас, к сожалению, не видит, несмотря на то, что сайт красивый и, самое главное, необычный. Вот, но вам, конечно, просто число картинок, и, мне кажется, вы, в принципе, можете к страциям их, скажем так, даже не сильно изменять, ну, или, там, скажем, это оставить, где-то здесь еще добавить меню, вот, внизу добавить текст, то есть, в принципе, вы можете даже эту красивую вещь полностью не удалять, да, то есть, для своей идентифики, уникальности вы можете ее оставить. Вот, давайте теперь посмотрим, соответственно, ну, и внутрь, да, взрослеем вместе. Ну, ни мне, ни поисков, тем более, этот заголовок ничего не говорит, вот, поэтому его поменять. Здесь, соответственно, у вас вообще минимум текста, и, в смысле, это, наверное, самое главное, что вам нужно сделать. На первой странице вам нужно значительно больше текста, вот, потом, соответственно, потому, что, в принципе, текст-то у вас есть, я посмотрел, когда на сайте, он... Ну, у нас сейчас, по-самому, в принципе, мы собираемся передвинить, передвинить, передвинить с сайта, у нас сейчас два, которые будут настоящие правила в сайте, то есть нужно начистонуть это. Ну, прекрасно. Ну, да, в данном случае... То есть, в данном случае, мне кажется, что у вас, вот, даже, мне кажется, вам стоило бы оставить все вот картинки, они такие уже, они, как бы, что называют, с предпоследнего поколения, поэтому они уже сейчас, наверное, в моде будут. Вот, куда... Точнее, с предыдущего поколения, то есть, грубо говоря, если бы они были с прошлого поколения, как, например, там, Тинэнфо, да, а это еще перед этим, то есть, это... Да, 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 вот, поэтому вы можете их много переделать, оставив, чтобы просто вашу, ну, именно визуальную уникальность... Да, если это было бы правильно, что вам действительно это просто переработать, да, сделать им какие-то, там, я не знаю, тоже инстаг, какие-то хипстерские штуки, это было бы вам... Ну, опять же, здесь не факт, там, ваша аудитория – это хипстер, вот, а это скорее, там, да, скорее... Так, и здесь, собственно, текст есть, да, вы можете, вот у вас, например, все вот слова, да, там, сексуальное насилие, согласие и так далее, это очень хорошее, ну, хорошее именно в циничном технологическом ключе, ключевое слово, поэтому в данном случае вы все это можете использовать, просто ваша задача конкретно – вот сюда все поднять, вот, и просто заставить, что все подключалось и было близко к тексту. Ну, не думаю, чтобы он мог прочитать то, что вы делаете, вот, хорошо, я думаю, мы, в принципе, у нас время есть, у нас есть 40, да. У нас есть 50, да. Здесь написано, где, где, там, Олег, да, или, когда же, там, Олег, да, или, когда-то подняли текст, где, из-за этого... Необходимо, что это произведено в виде текста, это произведено в виде, это, соответственно, подписано, в Альтс, Нет, этого явно будет недостаточно. Нам нужно здесь, соответственно, сделать меню просто чисто текстовое, в нем сделать описание, сделать новости. Да, здесь, конечно, нужно везде это прописать, как картинки, у которых, соответственно, картинки просто сверху, через CSS добавляются слои. Соответственно, это может помочь, вам уже это будет значительно лучше это делать. Хорошо, вы говорили, что ссылка в текстах, у меня возникает вопрос. Ну, нет, мне кажется, это вполне нормально, и это в данном случае все эти ссылки релевантны. Да, это же не просто на какие-то там порталы, каких-нибудь там, виру или что-то такое, на какие-то. В данном случае здесь, как бы, самое главное просто, чтобы знать меру, да, мне кажется, в данном случае мера, да, и здесь никаких проблем. Класс. Так жалко, что таких сайтов вы сделали. Не, мне очень нравится, я прошу прощения. Да, это вам точно поможет, и если вы можете это сделать, если у вас время на это есть, то это, конечно, будет здорово. Ну да, то есть это вам точно будет полезно. Так, ну что, мы можем перейти к другому сайту. Да. Андрей, хотя бы просто интересно, собираетесь переделать и секрет национально что-то? Да. Мне кажется, вам в любом случае это стоит оставить для музея. веб-дизайна. Но вам нужно это в любом случае сохранить для истории веб-дизайна. Ну да, помните просто про то, чтобы было визуально, да, и дело, что если вы на современную молодежь будет, ориентируясь, там немножко другие комиксы, вот, то есть там какие-нибудь... Вашему сайту, вашему сайту это помогает. в данном случае. Но здесь тоже главный вопрос, как это сделать, соответственно, так, чтобы это было интегрировано в структуру, собственно, вот понятную. Нет, нет, это как раз одно из таких вот страхов, да, на самом деле сейчас только обогащает то, что если вы даете внешние ссылки, обогащает ваш ресурс, и, собственно, сама философия, да, что ваш сайт это не конечный, там, конечный пункт, а это только связующее звено, оно как раз создает такую атмосферу, да, что люди хотят приходить на ваш сайт, они знают, что они получат правильные, хорошие ссылки на другие ресурсы, и они заставляют людей возвращаться. Ну, это даже не благодарность, это вот как бы вполне там адекватное, корыстное поведение, да, но в данном случае это как раз вин-вин, да, когда люди руководственными побуждениями оказывают услуги там, в том числе и вам. Так, давайте тогда Dance for Life, и потом дальше мы, я думаю, можем пройтись по остальным, да. Хорошо, я сейчас закрою, чтобы он… и так… 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 меню… меню… меню норма… здесь, соответственно… но… здесь есть проблема в том, что нету заголовка, да, здесь, вот… и явно не в этом. Ага… так… продолжается… я на паузу поставлю, почему… вот, смотрите, новости у вас здесь есть. Я бы им тогда говорили, что я бы вам добавил бы сюда ещё описание. Можно просто заставить тогда вашего этого именно поставить это. вот… ну, и здесь, соответственно, все эти ссылки, да, здесь… с этим всё нормально, их достаточно немного, при этом хорошо было бы, если бы они у вас… если бы они у вас были тоже обратными, да. вы… 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 вы хотите спросить, нет? Ага… так… хорошо, значит, здесь фокус медиа… вот… выбрать регион… ну, и здесь, соответственно, дальше… мне кажется, здесь всё-таки… с точки зрения внутренней структуры всё-таки адекватно. Ещё вот важная вещь… на какой он системе у вас здесь… хорошо… есть такая вещь для каждого сайта, называется «Site Maps». «Site Maps» – это карта сайтов, это специальный протокол, который используют, соответственно, сайты для того, чтобы быть ещё более понятными Google и Яндексу. Вот, например, любой сайт… я сейчас могу это набрать… как это называется… записали… да… 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 в языке… XML… вот… есть плагины практически везде… практически в любой системе… нет… это… то, что я показывал, это карта сайтов, но она… да… а для роботов существует конкретный плагин… да… вот… это называется «Site Maps». вам, наверное, это будет интересно… и здесь, конечно, ещё важная вещь… нужно понимать, что, например, если вы «Site», вам придётся ещё ждать где-то 3-6 месяцев, прежде чем вас вообще начнут… начнут поисковые системы оценивать, да… потому что… вот мы, например, тоже… у нас зато… сейчас редизайн… и у нас… мы начинали с 20% поискового трафика… он у нас буквально за 15 дней выросли 50% поискового трафика… просто изменений в теме… и просто за счёт того, что чем дольше у вас ресурс, регулярно что-то публикуют, тем просто больше поисковые системы начинают приходить на ваши ресурсы… вот… так… хорошо… дальше идём… здесь, соответственно, Dance4Life… онлайн-школа… здесь у вас есть какой-то контент по содержанию, которое создаётся непользовательно… какой-то форум… ну, в принципе, вы можете сделать, например, соответственно, TeamInfo… вот… вы можете тоже сделать, возможно, какие-то вопросы… но вы, например, можете сделать… обратная связь… это… реферал… реформал… точнее… ру… и вот это вот реформал… ру… это… это… вот… это просто внешне удобный интерфейс… мы тоже используем его в ряде проектов… вот… для того, чтобы оставлять отзывы… но это не… не считать как… юзер… ну, то есть, то, что производится контентом… точнее, пользованием… это не является тем, что… поисковые системы могут у вас… ну… ну, вот… ну, смотрите… ну, зато… да… ну, зато… да… зато у вас в плане социальной жизни у вас все хорошо… у вас 4500 этих… это по российским масштабам очень неплохо… вот… для такого… это вообще… очень неплохо… вот… поэтому, в принципе… здесь, я думаю, вам стоит продолжать… потому что я… явно видно, что это, видимо, успешная стратегия… вот… и… но при этом, да… то есть, вы можете как-то разделять… хотите, чтобы у вас там повышалась поисковая оптимизация… а, соответственно, социальная жизнь тоже… там-то должна идти… вот… и вам тоже, наверное, стоит… вам тоже… на заметку… у вас социальная часть… она вообще очень слабо представлена… да… потому что… ну… да… мы можем вернуться… … да… мыà ВКонтакте… а… – он это издавая, realized… отечественная жизнь, да? – – Я бы вам советовал сделать страничку, потому что группы, как правило, используются для координации или для очень небольших сообществ, максимум 200 человек. Если вы ходите на несколько тысяч, то у вас же страничка. А, понятно. В общем, группа ВКонтакте – это то же самое, что страничка на Фейсбуке. Это просто на совпадении этих. Просто в Фейсбуке есть группа и страничка. И, соответственно, максимум для группы, я считаю, это 200 человек. И то это много, если каждый будет постить, а этой страничке, соответственно, не ограничено. Хорошо. Давайте перейдем к вам, если хотите. Да, давайте. А потом карт надзора у нас, в принципе, и на ТНД. Как, как? Да. А. Ну, хорошо. Давайте просто… И ОГТВ, да? Да. ОГТВ. По-моему, да, кажется еще, у нас 12, по-моему. Да. Я просто… Я это быстро… Вот. Да. За свободную Россию… Так, давайте посмотрим, соответственно. тоже начнем с так но у вас смотрите у вас здесь тайтл здесь смотрите вот здесь вот как раз description нормальный вот ключевые слова я бы добавил здесь только их два вот так у вас это на друппале соответственно вы можете использовать вообще все что у вас есть все что есть сделано тайтл если вы видите соответственно объединенное гражданское телевидение здесь я бы не хватает описание техники сомнительные да вы можете например сказать что вот смотреть онлайн смотреть онлайн это вот мы можем зайти например на директ яндекс ру тоже хорошая вещь если вы хотите понять вообще какие слова популярны есть такой подбор слов и вы можете например вводить и просто тестировать например смотреть онлайн вот и вуаля у вас сейчас скажу сколько здесь миллионов нет это по-моему миллиард так да это да нет нет 11 миллиард сто смотрите 9 9 цифр ну нет просто смотреть но если вы если вы скажем так поставить туда некоторые слова ключевые слова которые у вас используются я думаю здесь можете статья быть вместе с просмотрами то есть здесь здесь мы входим в явно такую сферу скажем так морали да какой то и вот да но в данном случае вы можете реально там искать бесплатно смотреть онлайн бесплатно общественное то есть слово бесплатно то есть слово бесплатно я могу вам там бесплатно читать это уже читать в мире интернет это уже вот ну там например бесплатный онлайн там смотреть бесплатно это вот тоже у вас здесь вот ну вот а секса не а секса кстати смотреть онлайн видео Ну вот, ну, кстати, смотрите, вот у вас здесь показывают, что еще, в чем еще плюс, то, что он вам показывает все поисковые, все связанные поисковые запросы, да, то есть у вас здесь и форум для девушек, да, и здесь 3000 человек. И, соответственно, видеосекс бесплатно, 253 тысячи, вот, в данном случае, да, это, конечно, ну и здесь надо понимать, вот, ну и там просто видео, это, соответственно, сколько, но смотреть онлайн явно значительно более популярно. Вы могли бы на этом, в том числе, и выиграть, да, так, давайте пойдем дальше, соответственно. Так, войти, регистрация, перейти к основному содержанию, можем, кстати, включить нашего робота. g, otv, tv, tv, что? нет, otv, tv, tv. otv, tv, 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 tv. Так, ну и видите, смотрите, что он вам показывает. Вот он вам показал заголовок, да, наверху. Дальше перейти к основному содержанию. Главное войти, регистрация, закачать. Главное видео, спецпроекты, видеоблоги. Остановить репрессии, поменять неполитиковый образ мышления. Вот, окей. В данном случае явно здесь не хватает, мне кажется, какого-то содержания. И какого-то текста, который был бы в самом начале. Вот, да. Да, просто одно дело, что у вас YouTube, да, который просто не заморачивается никакими текстами, да, потому что у него просто в силу определенных причин, да, изначально просто куча посетителей. А вам, так как вы хотите использовать поисковую оптимизацию как-то для продвижения, то вы, соответственно, вам нужно в том числе добавлять туда какой-то текст. И, собственно, он названил самих людей в этой семье, в общем-то. Ну, смотрите, у вас, как правило, вам самое главное, чтобы он объяснял вообще, что такое вообще на вашем сайте показывается. Вот, а потом уже вам стоит, соответственно... Вот, так как... Хорошо. Ладно. Так, ну и здесь, соответственно, в этом плане здесь для видеосайта. И еще вы можете для себя проверить, соответственно, насколько у вас есть ли сайт мэпс или нет. Так. Хорошо. А это просто администратор должен проверить. Хорошо. Давайте пойдем теперь... Здесь в целом для видеосайта, опять же... А, еще вот тоже облако тегов вы могли бы сделать. Здесь у вас есть категория. Вот. И вам облако тегов вы могли бы добавить. Вроде есть, он справа. Внизу справа. Внизу справа. А. Так. Ну-ка. А, да, действительно. Не, облако тегов. У вас, видите, у вас многие вещи уже сделаны. Ну-ка. Ну-ка. Да. Вот. Хорошо. Давайте теперь mapsmoscule.com. А, точку ком. Да? Так. Обнаружены проблемы. Это, конечно, очень... Вы считаете, что это просто внутренняя какая-то? Или вам кто-то мог специально сделать? И, конечно, очень... Так. Так. давайте я попробую на свой страх и риск вроде ничего не загружает так соответственно здесь можно тоже дать пройдемся так но здесь стоит у нас все нормально точнее тоже можно начать с ключевых слов да то есть архитектурное наследие и дальше уже московское общество или там сохраним дома и за артный в обмазке оставшиеся или за деревянное зодчество что-то подобное вот и здесь конечно же вот вот это вроде вот это вот у вас тоже заголовок видеокартинки вот последняя новость здесь видите здесь вот это вот уже правильно у вас здесь большие добавить более серьезные куски текста вот но при этом нету плохо то что у вас нету соответственно картинок да и нет социального элемента причем даже иконок потому что вы например там тот те же под угрозой да потому что очень часто в архитектурных вообще тематике очень большую роль играет посредством то просто что что вы защищаете вот вы можете сделать например то что я в данном случае показываю да вы можете вот тоже сделать какие-то слайд-шоу вот потому что собственно и здесь мы идем дальше просто поисковая оптимизация мы идем в целом о маркетинге да и в данном случае маркетинг линкао никак не отличается потому что ну как бы люди все те же у них импульсы и реакции они одни и те же да это касается различных вещей потому что у некоммерческих организаций не всегда есть ресурсы просто отличие интернет-технологии они значительно понижают цену для для некоммерческих организаций использования всех тех профессиональных средств вот и поэтому в данном случае вам нужно просто лучше артикулировать то что вы защищаете и таким образом это мне кажется вам могло бы помочь и в том числе с помощью визуальных средств вот здесь конечно карту можно и потому что на чем у вас к сожалению могу сделать вывод на чем но в любом случае если у вас это например тот же группал или вордпресс вы можете добавить до карту потому что вы и вордпрессе и в группале есть картографический модуль до которого устанавливаете и соответственно он вам может потом сделать карту из всех ваших записей или постов которые вы соответственно используете так коллеги давайте если вопрос нет то мы сделаем например сейчас паузу чуть пораньше а или просто задаем какие-то вопросы и тогда уже приступим дальше контекстной рекламе и вопросы есть хорошо давайте тогда минут на 20 до или на 25 сделаем паузу спасибо